Обострение в Карабахе, что говорят в Азербайджане и Армении. Министерство обороны Азербайджана сообщило о проведении операции возмездия в Нагорном Карабахе, в ходе которой были взяты под контроль несколько высот, включая Гархгыс и Сарыбаба. В МИДе Армении, в свою очередь, призвали международное сообщество принять меры, которые будут направлены на пресечение агрессивного поведения и действий Азербайджана. Подробнее в материале РТВАЙ. Операция возмездия. В военном ведомстве Азербайджана пояснили, что операция стала ответом на незаконные действия 3 августа армянских вооруженных формирований в Азербайджане, где временно дислоцируется миротворческий российский контингент. По данным Баку, в результате этой террористической провокации погиб азербайджанский военный. В Минобороны заявили, что незаконные армянские вооруженные формирования предприняли попытку захвата высоты Гархгыс горного хребта, чтобы закрепить там новые боевые позиции. 3 августа в Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, НКР, заявили о гибели военнослужащего в результате обстрела со стороны Азербайджана. После этого власти республики объявили частичную военную мобилизацию. Во время операции возмездия, по информации Минобороны, было ликвидировано несколько боевых позиций и армянских вооруженных формирований, нанесен авиаудар по воинской части в поселке Юхари-Арата. В ведомстве заявили о погибших и раненых с армянской стороны. Также было уничтожено несколько гаубиц Д-30, военная техника и большое количество боеприпасов. В Минобороны подчеркнули, что район ответственности российских миротворцев должен быть домилитаризован. Что говорят в Армении. 3 августа вооруженные силы Азербайджана, в очередной раз нарушив трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года руководителей Армении, России и Азербайджана о прекращении огня в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, предприняли агрессию в зоне ответственности российских миротворческих сил, вследствие чего есть жертвы и раненые, говорится в сообщении МИД Армении. В ведомстве подчеркнули, что Баку продолжает спланированную политику запугивания населения Нагорного Карабаха, его этнической чистки и ползучей оккупации Нагорного Карабаха. Представители внешнеполитического ведомства назвали заявления Азербайджана недопустимыми. Считаем недопустимыми заявления азербайджанской стороны, которыми делается попытка в одностороннем порядке изменить правовой режим в Лачинском коридоре, определенный пунктом 6 трехстороннего заявления, и подтверждаем, что маршрут, проходящий через Лачинский коридор, может быть изменен только в соответствии с планом, утвержденным подписавшими заявления сторонами, поясняет Министерство иностранных дел Армении. В ведомстве призвали международное сообщество принять меры, которые будут направлены на пресечение агрессивного поведения и действий Азербайджана и запуск необходимых для этого международных механизмов. В Министерстве обороны России также отметили обострение обстановки в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. В районе высоты Сарыбаба со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня. Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимаются меры по стабилизации обстановки, говорится в сообщении ведомства. Конфликт в Карабахе длится еще с 1988 года. Этот регион исторически населен армянами, однако находится в окружении поселений Азербайджана. В годы советской власти он входил в Азербайджанскую СССР. После того, как властям Нагорного Карабаха не позволили перейти под руководство Армении, они приняли решение сделать это самостоятельно и подписали соглашение с Армянской СССР. В ходе последовавшего вооруженного противостояния Азербайджан потерял контроль над территорией и прилегающими к ней районами. Конфликт был заморожен в 1994 году, однако снова обострялся в 2016 и 2020 году. Согласно последним договоренностям, Армения и Азербайджан остановились на занятых позициях. Вдоль линии соприкосновения Илачинского коридора, который соединяет Карабах и Армению, был развернут российский миротворческий контингент сроком на пять лет. Ереван обязался вернуть Баку к Кельбаджирские и Илачинские районы, разделяющие подконтрольную российским миротворцам территорию Карабаха и Армению и не входящие в Нагорный Карабах.